Продолжение следует... 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 Это тоже идея появилась. В прошлом году экспериментально провели в двух, в трех хозяйствах работы. Это «Рокозий Кувань» в Краснодарском крае, в Бангутской области, «Русское море» и «Рокозий Кувань» на предмет, как идет обволакивание земла в Чикаго. Это информация для того, чтобы в дальнейшем возможно это ляжет на дочу. Проложение по этой же теме, самозагрузочной шнеки. Один из наших клиентов взял поэкспериментировать в воде со снами. В воде со снами как для шнеки можно использовать для подволаживания зерна, элеваторной технологии подволаживания зерна, добавление несколько процентов плави. На юго, в центре, очень сильно не подвержено тому, что зерно имеет влажность ниже, чем в островском. Это потери, достаточно серьезные потери. Так вот, этот же шнек можно использовать для того, чтобы добавлять несколько процентов и зерно возвращать в первоначальный конец. Вот три такие идеи, которые могут вам понравиться в дальнейшем. Год 5 назад мы разработали инфекционный бункер. Цель была инфекционный бункер использовать для подачи семянных таблеток при одном патроте к осенному бункеру. В дальнейшем этот же бункер был использован для другой цели. Но в истории немножко там другая была. Значит, один из наших клиентов, Сергей Милюшин, старастовый область, я понимаю, что он чуть-чуть, старастовый область использовал систему пассирования зерна разного качества и получения другого качества. Он просто закидывал в наши бункера послойно разного качества зерна. И когда мы с ним пересеклились на области строя, мы родились из нашего умения. Как мы, насколько я говорю, от того, что мы получили ускорение уборки, а столько от того, чтобы зерно я продал на совершенно другой цене, за счет МИКСАРа. А результат вот этого рассказа привел к тому, что мы инфекционный бункер стали использовать как систему МИКСАРа. Когда один стоп, другим стопом нужно перемешать и на выходе получать другой стоп. Здесь анимационный пункер должен быть, если ему подразумно покажется, где видно, каким образом происходит миксование вот этого зерна. И вот этот опыт, я вам могу перевести, да? Это, мне кажется, было сделано первоначально в 2018 году на базе светлого, когда я не знаю, начало. И мы получили результат в 400 тонн, да, в первоначально положили по облажности, сексовали. И это дало возможность в дальнейшем пересмотреть подходы и использовать для массового применения. Для применения уже десятых тысяч лет. Сейчас самая крупная компания, которая применяет, здесь не только в основном, но и на массовом пространстве, это средства крупной компании «Слюхты», где 22-23 штуки, 20 штук, я вам даже не скажу, есть бункера двухсекционные, именно двухсекционные, да? Так уже начали массово применять. И что там интересно, это бункеры, которые используются не только для миксования зерна по влажности, они используются для миксования зерна даже по качеству. Они же начали использоваться для получения сложных удобрений. Это получается дифференцированное несение удобрения, вне зависимости от того, какие там требования были у разработчиков этих удобрений. Это тем не прерывается? Да. Давайте меньше. Хранение зерна. Эта тема достаточно актуальна сейчас. Актуальна, потому что она позволяет создавать совершенно другие ценности, кроме как создавать сохранность зерна. Хранение зерна, просто сдвинут на несколько дней старту года. То есть можно начинать убирать при влажности 18-20% и сохранять влажную зерна. Это, опять же, это актуальна, которую мы получили благодаря группе компаний «Светка», здесь, в Ростовской области. Когда она, если у меня есть две фазы, создает возможность совершенно другой актуальны. Второй вопрос – мы получаем в рукавах возможность сохранить влажное зерно. И, получив сухое зерно, пересушенное зерно, опять-таки, использовать те же самые конструкционные букера, которые получают возможность через миксование получать другой результат. И, с одной стороны, сушим зерно, с другой стороны, увлажняем зерно, а с третьей стороны, решать вопрос увеличения нагрузки, сезонной нагрузки на комбайн-группу. По хранению есть интересные разные нам идеи, которые, мы отметим просто у наших лет, кто-то использует для того, чтобы семенной фонд разделить. То есть, это очень отлично получается. По поводу саммежность. Собственно, поделить своим опытом по хранению жены. Я так и не помогал вам, чтобы посмотреть, как жена хранится. Но это прекрасный опыт, который тоже можно использовать. Ну и последнее. Последнее. Переодимые идеи наших клиентов. Дорусская машина. Дорусская машина на весах. Графферма Разверинска в Целинском районе. Братья Париков. Они года два-три назад у нас купили бункер-перегрузчики. Прямую загрузку вакона порганизовали прямо со своих складов. И это позволило им за августой сетсором, если что, нагружать на портель. И это позволило им получать дополнительно 10-15 миллионов прибыль. Только за счет того, что изменили логическую, они получили дополнительную машину. Потом, конечно, вот идея, в чем у них заключалась. Это то, что они начали использовать бункер для засыпки зерна непосредственно на весах. Из 500 тонн производителя сетей по-алгурски они вешали на 1500 тонн. Пользуя красава продавали, если бы не продавали, в свое время, да? Примерно закидывали, а потом прямо на весах засыпали. Вот тоже самое, как на проводили и посредством населиться. Я благодарю вас за те акции. Спасибо. 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 Я, опять же, Анатолий Беларусь, очень интересный доклад издавать. Просто последний кейс. Если был вопрос, я прошу обращаться тогда лично. Можете кому-то из наших шпикеров, кого упоминал, как бы нам еще более подробно рассказать. Кстати, Николай Александрович, у нас еще будет выступать, он может быть в клубу затронули, и он как раз в ту оптимизацию небольшого взора. Спасибо. Спасибо большое. Можно комментарий небольшой? Спасибо. Спасибо за возможность делать комментарий. У меня ощущение, что часто служа господина Набандяна, мы не очень внимательно слушаемся, что он говорит, и не очень обдумываем это. Вот все, что он говорит, это вообще все инновации, это все, что приносит, значительно повышает рентабельность. Я для того, чтобы не быть многословным, хочу один случай рассказать. 10 лет назад я с делегацией был в Канаде, мы приехали в хозяйство, и нам девушка, дочь фермера говорит, наше хозяйство 10 тысяч гектаров. О, хорошее хозяйство, да. А сколько у вас человека работает? Она говорит, 5 механизаторов, 5 человек постоянных и 2 наемных на период уборки. Мы увидели, что у них стоит 3 комбайна, 2 машины, 2 бункера-перегрузчика и элеватор. Больше ничего не видели. Председатели колхозов, хозяйств, больше писали колхозов, которые были рядом со мной, послушали ее и говорят, да хай на не брэши, 10 тысяч гектаров, 5 человек работаешь, не может быть, не поверим. Я, чтобы разъединить обстановку, говорю ей, скажите, пожалуйста, вот самый напряженный момент уборка, пшеницы, как распределены люди, расскажите нам. Она говорит, 3 комбайны, 2 бункера-нагогителя и 2 машины. Вот элеватор, больше никого нет. Мы спрашиваем, а на чем вы работаете? Она говорит, ну на чем в этот момент надо? Я могу на машине, могу на тракторе. Хорошо, 7 человек вроде просматривается. А элеватор, скажите, кто на элеваторе работает? Никто не работает на элеваторе. Элеватор автоматически, там, когда пауза получается, они выпустят с элеватора, но это уже привлекается отдельная машина. В общем, мы старались, не мы, мои коллеги старались поймать ее на том, что не может быть, что 7 человек справлялись. Так вот, в этой схеме, очень важно, 2 человека, которые были на бункерах-накопителях. Я с бункерами-накопителями в своем хозяйстве работаю уже 14 лет. Мы купили еще Берту, и потом добавили Кинзы. И это вообще другая организация. Камазы по полю не ездят. Производительность у Камазов гораздо выше. Они стоят на краю поля и подъезжают к бункерам, заполняют. Комбайны разгружаются на ходу. На пшенице у нас на 2 комбайна 1 бункер-накопитель. Этого достаточно. На кукурузе на каждый комбайн бункер-накопитель, потому что кукуруза у нас высокая урожайность. Кукуруза намолачивается за 7 минут, за 2 минуты разгружается. На комбайнах, на кукурузе, каждому комбайну нужен бункер. Устойчивая такая схема. Можно иметь 6 комбайнов без бункеров, можно иметь 4 комбайна и 2 бункера. Производительность будет абсолютно та же. На кукурузе у нас есть 2 варианта. Либо 4 комбайна мы пускаем убирать в кукурузу, либо мы пускаем на кукурузу 2 комбайна и 2 бункера-накопителя. Вот здесь производительность одна и та же. Теперь, что касается рукавов. Я когда-то рассказал, что мы давно рукава используем, но мы уже рукава используем для других целей. Это для хранения жома. После переработки свеклы на сахар мы получаем сахар. И что для нас очень важно, жом и патоку. Потому что у нас откормочная площадка для животноводства. И мы заготавливаем жома в несколько тысяч тонн. В этом году наш план 3600 тонн заготовить жома. В прошлые годы мы заготавливали жом с влажностью 95%. Мы загружали в октябре. И включая июнь мы использовали жом, и он отлично сохранился. В этом году завод, на котором мы будем работать, он нам будет отпускать жом не 96%, а после отжима 80%. Мы думаем, что здесь сохранность еще более увеличится. О чем бы я хотел, о какой идее подумать? Мы используем много техники на внесение дефеката и на внесение навоза. У нас есть разбрасыватели Самсон. В этом году Бергмана купили. Планируем на следующий год купить Бергман. Я считаю, что разбрасыватели дефеката и навоза, это очень перспективная тема. И если бы вы за ним взялись, это было бы очень интересно. Потому что Бергман хорошая компания немецкая, хороший разбрасыватель, 38 тонн. Но ментальность при создании этого разбрасывателя была европейская. На таком разбрасывателе прекрасном, они разбрасывают 100 тонн. Сколько у фермера навоза? 100 тонн. Или 60 тонн. Или 200 тонн. Приезжают к нам производственники с этого и спрашивают, а сколько вы навоза вносите? Мы говорим, ну мы навоза там сзади вносим, нормально на нем 50 гитаров по 40 тонн, 200 тонн. 2000 тонн. 2000 тонн. Они говорят, господи, да конечно мы об этом никогда не думали. Но используя этот разбрасыватель, мы уже там поменяли все транспорторы, мы уже поменяли все лопатки, потому что идея, когда они создавали, была другая. 100 тонн за сезон. А когда они увидели 2000 в день, мы хотим вносить, они большой растерянности. Если бы вы создавали, я думаю, вы бы создавали уже с этим расчетом. Что касается дефеката, для вас тема более сложная, потому что у вас мало сахарных заводов. На Кубани, откуда я, много сахарных заводов. Но я был на международной конференции в Люсселе, по пшенице, Байер проводил, по пшенице. И первый докладчик, который выступал, основной, он задал один вопрос. От чего зависит количество насильных удобрений? Ну он человек культурный, не стал нас выслушивать. Он сказал, вы мне сейчас скажете, от выноса питательных веществ в предыдущей культуре, и от потребностей в питательных веществах в последующей культуре. Это не так. Количество насильных удобрений зависит от пааж почвы. Посмотрите пааж почвы. Если она у вас кислая, даже слабо кислая, то ваши удобрения не будут использоваться эффективно. Это будет потеря денег. Начните с того, чтобы привести пааж почвы в порядок. Тогда почва будет работать, пааж, кислотность почвы в порядок. Ну, какая нормальная кислотность пааж почвы? Какой должен быть? 6,5. Я знаю, что мы химиками. 6,5. 6,5 к этому надо подвести. Говорят, чувствительная сверкла к пааж. Все культуры чувствительные. Я на глаз 10 полей своих могу определить весной по азимам, где пааж какое было, пока мы его не выровняли. Мы 7 лет занимаемся внесением дефеката. Нам еще остался один год. В этом году мы дефеката вносим 180 тысяч тонн. По 20 тонн на гектар. На некоторых полях мы уже виски по 70 тонн, на некоторых 50 тонн. И вот мы приводим с начальной 5,87 у нас была кислотность, мы сейчас выходим пааж. Мы сейчас выходим на пааж 6,4. И вообще меняется и производство, и урожайность, и рентабельность. Поэтому пааж, дефекат, очень важно. Для него нужны, для этого нужны машины. Но типа навоза разбрасывали. Такие же машины. Но Бергман они позиционируют, как для дефеката. Ну а говорить про навоз, я вообще не хочу, это всем понятно, ну понимаете. Поэтому я, используя вот эту возможность, хотел вас попросить. Обдумывайте, хорошее навоза разбрасывайте. Можете приехать к нам, мы отдадим Бергман нам, вы как китайцы делают, разберете его здесь, потом посмотрите, как усилить, и это будет машина супер класса. Спасибо. Спасибо, Александр Владимирович. Спасибо.